1 сентября 1989 года по инициативе начальника отдела культуры города Артёма Дианы Борисовны Пазиной и поддержки начальника управления народного образования Валентины Петровны Ларьковой На базе общеобразовательной средней школы номер 35 открылась детская школа искусств поселка Угловое для 50 учащихся Неоценимый вклад в создание материально-технической базы школы внес глава администрации поселка Угловое Виктор Романович Заикин Талантливым организатором и бессменным дальновидным руководителем школы искусств стала Наталья Сергеевна Трукшина Туда смотреть, еще раз Вступление Целью первых преподавателей было создание школы радости, в которой дети, соприкасаясь с волшебным миром музыки, танца, живописи, театра, могли раскрыть свои творческие способности Это изображение на плоскости, собранное путем составления или сбора цветных кусочков камня или гальки обработанной В феврале 2006 года постановлением главы Артемовского городского округа детская школа искусств поселка Угловое была переименована в детскую школу искусств номер 2 Артемовского городского округа В школе обучалось уже более 400 учащихся на шести отделениях музыкальном, художественном, хореографическом, эстетическом, восточном и театральном На экран смотрите, я вам покажу, что же изображалось на мозаиках А у нас в школе есть мозаика? Где? Да А, на танце, в кабинете танцев Нет Нет Где на школе можно найти мозаику? Такой подвид мозаики, это площадка перед залом Сегодня детская школа искусств номер 2 – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Контингент учащихся составляет 900 человек, из них 650 человек – муниципальная образовательная услуга, а 250 человек – платная образовательная услуга Да В Да В 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Педагогический коллектив более 70 преподавателей, из них 13 бывшие выпускники школы, 11 человек молодые специалисты. Преподаватели школы люди творческие и инициативные. Вместе со своими учащимися активные участники культурной жизни города и края. Призеры международных, всесоюзных, краевых и городских выставок, конкурсов и фестивалей. ПЕСНЯ Детская школа искусств номер 2 активно участвует в проектах. Последней программой стал «Культурная среда». Он разработан в соответствии с указом президента. Реализация нацпроекта началась с 1 января 2019 года с целью увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность организации культуры, новых форм и технологий, широкой поддержки. ПЕСНЯ Так как этот проект реализуется с 2019 года, первые приняли участие детская школа искусств номер 1 города Артема, также школа искусств города Владивостока, а мы попали во вторую очередь. По этому национальному проекту нам выделено 5 с лишним миллионов рублей. Из них большую долю это федеральный бюджет. У нас в этом проекте принимает еще участие библиотека, библиотечная система. То есть вот в Артемовском городском обруге два учреждения, которые принимают участие в этом проекте. Вообще по национальному проекту оснащены будут все детские школы искусств по всей России. Но вот не одновременно мы, допустим, попали во второй поток. Благодаря национальному проекту детская школа получит новые музыкальные инструменты, такие как рояль, пианино, вибрафон, баян, аккордеон. Также современное оборудование для школьных концертов. Это светодиодный экран, светодиодные вращающиеся прожекторы. А также учебные материалы, которые включают в себя хрестоматии для фортепиано, пособия по сольфеджи и для первоначального обучения игре на фортепиано, электронных инструментах, сборник упражнений и пьес. На данный момент детская школа искусств номер два – это одно из самых технически оснащенных залов, как минимум в Артеме, а то, может быть, и по всему краю. То есть, поэтому, ну, есть, конечно, моменты, которые мы хотели бы еще дополнить. Это тоже световое оборудование. Как бы, это такой момент, когда не бывает много света. Поэтому, ну, есть над чем работать. Будем думать, будем стремиться. Если есть какое-то мнение, тебя всегда выслушают, поймут. И в большинстве случаев будут за тебя и будут стараться вместе с тобой, чтобы добиться результатов. Поэтому Наталья Сергеевна – это просто лучший директор, с которым хотелось бы работать. Наталья Сергеевна Наталья Сергеевна Наталья Сергеевна Артем по итогам деятельности за 2020 год находится на одном из лидирующих из 34 муниципальных образований по доле обучающихся детей в школе искусств. Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Сергеевна